сегодняшний наш выпуск открытой политики также записывается в тех же самых условиях из самоизоляции из дома надеюсь что наши зрители подписчики простят некоторое падение качества и уже появившуюся нерегулярность выходах мы стараемся все-таки соблюдать расписание суббота вторник и сегодня поговорим о тех событиях которые случились на прошедшей неделе и конечно же случились в сфере борьбы с вот этим вот ужасным коронавирусом несомненно что главным событием и главным стрессом прошедшей неделе была история с ркб республиканской клинической больницей имени куватова и всеми событиями которые были связаны с тем что это крупнейшая в республике клиника закрыта на карантин по разным данным в ней изолировано от 1000 до 1200 человек это и персонал и больные ркб не специализировалась не на диагностирование не на лечение коронавируса и тем не менее вот это значит напасть поразило эту больницу хабиров многократно говорил и не только хабиров и на федеральном уровне уровне звучало что именно заражение больниц является самым опасным явлением это процессе борьбы с этой болезнью потому что в больнице люди заражаются между собой мгновенно быстро и почти все и врачи и больные и есть еще один нехороший фактор это а трансляция людей которые заразились но еще не заболели вовне то есть человек там условно говоря лечил какую-то совершенно другую болезнь подхватил этот вирус вышел уже с лечения и понес этот вирус дальше случае с ркб случилась совсем страшная история дело в том что именно ркб имени куватова является неким медицинским хабом для всей республики в эту клинику свозят со всей республики больных теми заболеваниями которые невозможно лечить скажем где-нибудь в условиях маленьких городов или сел и потом и соответственно этих больных выздоровевших или там недовыздоровевших по-разному на долечивание отправляют обратно к себе домой и вот именно эта схема конечно сыграла самую страшную роль в этой ситуации а дело в том что не только персонал и больные ркб имени куватова попадают под угрозу заражение коронавирусом и уже какое-то количество людей там заразилась но и те кто в последние три-четыре недели выписывались из ркб и разъезжались по домам на данный момент нет практически точных данных о количестве закрытых на карантин больниц в республике но их реально много их несколько речь сейчас идет по неподтвержденным данным о бирской больнице о больнице нефтекамска в которой что-то подобное произошло но там еще не объявлен карантин милиуз больницы закрыта на карантин мужчина прибывшие из ркб 30 нет 49 лет скончался и вот значит сейчас больных перенаправляют например в больницу кумертау стериль томахская больница так называемый бар марш заводовская тоже там что-то происходит и так далее то есть видимо этих больниц будет еще больше судя по тому что практически во все края разъезжаются люди из ркб разъезжались по крайней мере до момента объявления карантина исходя из этого можно предполагать что люди заболевшие коронавирусом находится в многих других и лечебных заведениях республики и городах и поселках когда еще на прошлой неделе эта история раскручивалась и еще не закрутилась когда появились вот эти кадры с странным перемещением людей и предметов через окна ркб забелин тут в ярости значит пригрозил что будут там уголовно преследовать тех кто это наснимал хотя конечно юридической подоплеки под этим заявлением нет практически никакой что у нас теперь нельзя снимать больницу со стороны на сотовый телефон особенно когда со второго этажа начинают вылазить люди это безусловно интересная любопытная история как все происходило происходило все на мой взгляд чрезвычайно криво в определенный момент персоналу и больным объявили что заведение закрывается на карантин там появились разговор дейцы закрыли опечатали двери так далее но карантин это некая процедура и его объявляет главный санитарный врач он издает приказ о карантине он описывает где и как этот карантин происходит кого он касается кого не касается и вот тогда наступают те самые юридические последствия я имею ввиду и уголовную ответственность за несоблюдение карантина и так далее так далее изначально тем кто был в больнице этот приказ предъявлен не был я не знаю может быть сейчас он уже появился но тогда было все на словах и дальше понеслась душа в рай у людей изолированных нет еды одежды достаточное количество защитных средств медикаментов сейчас уже начали это более или менее как-то туда все поставлять но на первых этапах на первом на первых днях это был какой-то от судя по тому что рассказывали сами врачи изолированные там и так далее но есть несколько вариантов событий которые там происходят очень многое скрывается закрывается информация под видом там медицинских тайн еще каких-то значит вещей но есть предположение о том что свыше 170 человек все-таки инфицированы этим коронавирусом еще не получены окончательные тесты этот минимальная цифра которая звучит по ркб как же так получилось и что теперь будет дальше но хорошо значит карантин в ркб будет продолжен будут выявлены я надеюсь все заболевшие отделены от незаболевших и с ними будет происходить лечение видимо будут перемещать в специализированные инфекционные заведения какое-то количество врачей кстати из ркб уже перевезено в дему в инфекционную больницу это же они там очень не хвалят условия в которые они туда попали очень важно разобраться ситуации как это случилось и кто виноват тут конечно важнейшую роль сыграла главврач ркб имени куватова эльза сортланова судя по словам медицинских работников ркб имени куватова несколько недель назад они уже предупреждали эльза сортланова о том что в лечебном заведении непонятная необъяснимая вспышка пневмонии пневмония очевидно носила инфекционный характер но мадам сортланова по словам врачей и и коллег отмахивалась ссылалась на какие-то недостаточные соблюдения санитарных норм еще чего-то дескать его сами виноваты лучше мойте руки и это длилось несколько недель все эти недели люди разъезжались из больницы разъезжались по домам вылеченные там недолеченные долеченные и так далее и увозили судя по всему с собой вот этот коронавирус сейчас я считаю необходимо очень тщательно подробнейшие и абсолютно бесстрастное расследование этой ситуации невзирая на то что придется ли не придется подвергать уголовной ответственности вот мадам сортланова если так решит суд и следствиях но это очень важно с точки зрения того чтобы понять каким образом могло такое получиться то дело даже не сортлановой хотя я и многие другие считают что она должна по всей тяжести содеянного ответить значит по закону если это уголовно ответственно значит уголовно если там административно и административно безусловно что должны быть приняты какие-то кадровые решения в отношении нее и так далее то есть и судя по всему ну наверное доверить ей эту больницу нельзя и вообще какую-нибудь другую больницу но это дело будущее сейчас очень важно понять механизмы как случилось как сработала вот эта штука потому что медицина это достаточно зарегламентированная сфера там правило там схемы там начать всевозможные протоколы и так далее то есть как получилось что если происходит вспышка вот этой пневмонии особенно понимаю что ее можно связывать к вид 19 а внимание это главный и симптом и главное проявление вот этого вирусного заболевания почему никто не обратил внимание почему не сработали механизмы по организации процессов то есть если хорошо если там госпожа сортланова проявила вот такую беспечность или злонамеренно или не злонамеренно следствие как говорится покажет почему не существует механизма который вне ее воли или безволия должен был сработать вот это очень важно это очень важно понять самому минздраву это очень понятно важно понять властям важно понять людям потому что допустить повторение этой ситуации даже когда вы сейчас эта ситуация с больницами будет как-то разрулена категорически нельзя мы остаемся без лечебных заведений дело то что ркб имени куватова это заведение на 1100 стационарных коек 1140 если быть точно и вот мы сейчас по сути лишились то есть здравоохранение республики на какой-то период времени лишается этой больницы мы ее содержим мы туда вкладываем сейчас очень много денег экстренных расходов людей нужно кормить поддерживать их жизнь там лечить и так далее но больница не работает по сути она не принимает больных на вход люди не перестали болеть так ведь другими заболеваниями у кого-то пилонефрит у кого-то инфаркт у кого-то инсульт еще что-то да то есть и прочее прочее и вот мы потеряли на данный момент 1140 коек на неопределенное время плюс те больницы которые тоже закрылись по цепочке вот этих людей приехавших из ркб куватова мы тут значит изо всех сил сбиваясь с ног создаем какие-то резервы этих коек для инфекционных больных для вот надвигающегося вот этого коронавируса которого у нас еще совсем чуть-чуть и одновременно теряем с этим почти три тысячи коек это конечно ну назвать это просто ошибка или каким-то там серьезным недочетом даже язык не поворачивается это откровенный реальный провал это провал системы здравоохранения в республике это провал конкретных людей но тут уже горячие головы начали вопить что нужно значит забили на выгнать арестовать там и подвергнуть его в публичной порке но вот здесь мне пришла в голову неожиданная мысль в принципе вот в такой сложной ситуации сейчас забили на нужно оставить на месте но он должен показать насколько он непредвзято и всерьез разбирается с этой ситуации то есть если мы увидим что всего стороны начинается опять замалчивание замазывание там отмазывание вот этих вот персонажей и либо перекладывание ответственности тогда это будет точно сигнал о том что человек не пригоден но он должен понимать что в его ведомстве случился колоссальный серьезный системный сбой который реально сейчас угрожают людям что дальше будет неизвестно сколько человек может погибнуть в результате вот этой вот беспечности или халатности или еще какого-то деяния как говорится следствие покажет со стороны госпожи сортлановой это будет понятно дальше и собственно мера ответственности которая ей должна быть выписана она будет наверное все таки исходить из того что в конце концов произошло были ли смерти там сколько людей пострадало какой ущерб нанесен государства кстати говоря потому что судя по всему действиями эльзы сортлановой нанесен существенный большой огромный ущерб государству виде вот этих вот потери этих коек на какое-то время виде потери конкретных прямых финансов и так далее то есть на удивление люди среагировали очень на эту ситуацию хорошо смысле но с пониманием и хотят помогать значит туда отправляют в эту больницу это изолированную зону все 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 что могут кто что может сегодня вот михаила кумпмана встретил он специально для них изготовил сорт кофе сальватор называется до колумбийский по моему кофе который но в переводе с испанского это спаситель вот они передают туда этот кофе для врачей для больных кому можно употреблять в общем люди хорошо среагировали люди видят что это беда что это действительно какая-то огромная проблема но наряду с этим все понимают что вот конкретно эта проблема с ркб она рукотворно это не вирус это эльза сортланова и еще кто-то ну как говорится разберутся накажет или не накажет очень хотелось бы чтобы эта история не была замята замазана там спущена на тормозах и чтобы вот люди с такими квалификациями с такими как бы вот данными никогда не попадали на руководящие должности в крупные лечебные заведения да и в мелкие тоже относительно того что еще произошло в борьбе с коронавирусом на прошедшую неделю республики можно отметить что окончательно и официально введены комендантские часы для лиц старше 65 лет и детей там по моему до 16 лет то есть им прямой запрет появляться на улице в определенное время там по моему с 18 вечера до 9 утра для стариков и там с 18 вечера до по моему часу дня для школьников то есть которые на самом деле должны сидеть как бы учиться на этой удаленке которая ни черта не работает но по крайней мере все еще идет имитация вот это удаленного обучения все мучаются по-своему у кого-то все просто не работает а кто-то там получают какие-то большие сложности ну да ладно что еще было по коронавирусу ну вот мы уже упоминали о том что тысячи предприятий снова открылась и люди вышли на работу и что-то даже там начали делать с одной стороны эта история конечно очень важная для экономики в том смысле что все таки хоть какие-то процессы пошли и какие-то будут зарабатываться деньги с другой стороны конечно это повышает риск и распространение заболеваемости это безусловно то есть когда предприятие открыты люди начинают контактировать тут говорить собственно не о чем посмотрим что здесь важнее что дороже у нас конечно же численно большой скачок по заболевшим официально подтвержденных 40 случаев и судя по всему у нас будет гигантский скачок сразу на 200 на 300 как только придут результаты повод ркб 2 и другим больницам непонятно как будут дальше развиваться события потому что есть несколько трендов и федеральные республиканские в каких-то регионах уже начинают послабление у нас внезапно на середине неделю почему-то открылись рестораны то есть в четверг открылись рестораны и люди даже там были и как бы ну вот все там меры приняты руки мыть там салфетки прочее прочее дистанция внутри ресторанов разве что разрешили снять маски чтобы есть но тоже весьма неоднозначное решение потому что выходить на улицу нельзя а рестораны открыты а кто туда будет ходить сидякин что ли или кто кому можно да вот то кто оформил себе пропуск на портале дорога 02 кстати говоря об этом портале вопреки отчаяниям наших властей этот портал не вызвал особого интереса у населения там очень мало заявок и как я и говорил работать это толком не будет потому что ну сам по себе в этот портал и вся эта идея не абсурдны то есть ты заходишь на какой-то интернет-портал оставляешь там кучу кучу своих персональных данных непонятно кому значит и потом получаешь какое-то разрешение куда-то ехать на своей машине хотя ты так это может делать в общем это как бы я и предсказывал такой вот такой вариант будем посмотреть как будут развиваться события владимир путин значит тут у нас выступил и очень очень повеселил народ своими вот этим сравнениями с тем как великая русь и выдержала печенегов и половцев и дескать вы выдержит и коронавирус но все больше и больше это конечно похоже все на домовую завесу с точки зрения того что путин так и не может пока решить проблему с ценой на нефть и лучше бы чтобы народ разгневанный сидел пока дома потому что цены растут доллар растет проблема не решается вот решили пока всех немножко под задержать но особенно в башкирии смешно было слышать про этих половцев потому что как выяснила почтенная публика кинувшиеся в википедию половцы это те же кипчаки это некая значит некий народ племя рот которому кстати говоря например относится муртаза рахимов то есть вот путин напрямую сказал что они он или они я не знаю кто у них там победил половцев и печенегов и теперь нам нечего бояться коронавируса это было конечно очень смешно но и это было бы смешно по-настоящему если бы у нас в стране было все здорово и можно было бы только смеяться над какими-то глупостями милыми шутками которые отпускает наш президент а здесь конечно сейчас не до смеха на одном из бесчисленных брифингов на прошедшей неделе уже прозвучал термин очаг заражения очагами заражения были названы ркб имени куватова и город сибаи ну это прямо скажем поверхностные оценки сибаи действительно вот этот гений и орденоносец авзалов он судя по всему как бы только давить может там каких-то активистов и всячески обзывать своих собственных горожан она больше он не способен очередное подтверждение это то что значит началось распространение именно именно сибаи и потому что местные власти не смогли проконтролировать кто и как у них торгуют на рынке а на рынке у них торговали мясом зараженные коронавирусом да еще и приехавшие с соседних территорий ну я с грустью всегда смотрю в сторону сибая понимая кто им руководит будет смешно если авзалов схлопочет еще один какой-нибудь орденок в итоге всего вот этого а тут уж ему точно нужен будет уже наверное орден гиппократа вручать но честно говоря перспективы у себя весьма печальная в этом смысле и исходя из того кто им руководит а уж как там будут купировать эту ситуацию будем посмотреть конечно же вся эта история в купе очень плохо отозвалась на федеральной репутации хабирова в том смысле что буквально за несколько дней до того как разразилась эта история с ркб и сибаем хабиров тут как-то очень не кстати выступил в программе владимира соловьева где очень комплементарно говорил о том как замечательно у них идут дела здесь башкирии как он значит прекрасно справляется с этой задачей как вообще башкирия не суетиться решая эту сложную задачу и так далее так далее вот бабахнула вот это тут конечно но уже многократно мною упомянутая отвратительная значит организация вот этих вот каких-то публичных проявлений самого хабирова его креатива его пиара кто там насоветовал ему пойти к соловьеву посниматься там и вот дать вот эти тезисы я затрудняю сказать но в сложившейся ситуации конечно очень удобно и правильно было бы сейчас поступить это избавиться от вот этих вот до внешних друзей которых хабиров не бросает и которые в общем-то мельничными жерновами повисли у него на шее и тянут его на дно я имею ввиду там прочаковскую мурзагулова несколько нескольких еще персонажей которые действительно не дают хабирову нормальные продуктивно работать и прилично выглядеть в публичном пространстве дело в том что от раза к разу всевозможные комментарии вот этой вот всей шайки которая считается пиарщиками хабирова дает но абсолютно противоположный результат на прошедшей неделе господин мурзагулов начал комментировать факт того что открываются вот это тысячи предприятий попытался преподнести это как ну величайшее благодеяние в адрес жители республики и сформулировал это таким образом что тут то ли плакать то ли смеяться то ли в следственный комитет заявление писать он буквально утверждал следующее что ну вот если бы если бы значит там вот величайший корм чей республики там не предпринял титанических усилий то тогда бы по оценкам специалистов которые известны видим только одному мурзагулову республики умерло бы 500 человек вообще это крайне недопустимая история называть цифры прогнозы смертности потому что ну во первых это запрещает делать закон сейчас спешным порядком приняли поправки законодательства в котором конкретно написано что любое распространение недостоверной информации о значит течение вот этой пандемии который может вызвать негативную реакцию у населения имеются ввиду какие-то страхи слухи какие-то значит там фейковые новости это все действительно уголовно наказуемо деяние то есть я не знаю стоит ли следственному комитету обратить внимание на вот эту публикацию мурзагулов она до сих пор экспонируется там и на сайте эхо москвы и на его значит страницах соцсетях но безусловно это медвежья услуга ну плюс еще там вот история с соловьев тоже от кого это исходило кто договаривался кто организовывал понятно что это дело не тожединов а мурзагулов прочаковская вся вот эта шайка соответственно они подставили по сути хабирова под вот эти вещи то есть когда ситуация неопределенная когда непонятно как все будет развиваться ни в коем случае нельзя трубить победу потому что велика вероятность того что через пару дней ты окажешься ну в чрезвычайно глупой ситуации и вот именно так случилось хабиров на прошлой неделе то есть он с такой высокой трибуны соловьевской программы значит заявил о том что мы тут не суетимся решаем все планомерно отлично и великолепно в итоге мы получаем вот такой провал с ркб на прошедшей неделе начали раздавать сухие пайки школьникам которым положено там усиленное питание бесплатное питание это определенной категории малоимущих там инвалиды дети сироты и так далее таково решение было принято так как кормление в столовых школьных не осуществляется а бюджет существует и вообще ну как бы должна быть какая-то вот эта поддержка и по всей стране стали формировать вот эти продуктовые наборы и выдавать их детям определенным категориям детей в каждом городе это случилось по-разному но у нас как обычно случилось совсем криво то что выдали особенно вот в некоторых районах школьникам это просто ну как бы за гранью значит жители архангельского района все того же самого архангельского района знаменитого где глава района насчет путешественник и презревает всевозможные средства защиты от коронавируса так вот в этом архангельском районе жители пригрозили что они отправят эти продуктовые наборы лично хабирова чтобы он их ел потому что ну то безобразие которое они увидели эти черные какие-то рожки все это расфасовано вручную неизвестно кем в мешке то есть это не какая-то одноразовая упаковка это не расфасовка это просто ковшами по мешкам раскидали значит эти рожки какую-то крупу еще что-то сунули туда бутылку самого дешевого подсолнечного масла в некоторых районах детям для детского питания раздавали консервы сайра в общем ну ужас по сравнению особенно с теми наборами которые смогли сформировать там в москве в калининграде в нижнем новгороде еще где-то у нас это выглядит как издевка особенно это пикантно на фоне того что хабиров сам лично сказал что я буду лично контролировать как эти наборы формируются опять мы видим что какая-то дружественная фирмешка подсунула свою весьма сомнительный товар договорилась централизованно и сформировала эти значит как бы наборы а теперь дети значит ешьте вот эти черные макароны непонятно кем раскиданные по мешкам то есть ну с точки зрения санитарных норм это вот полнейшее нарушение зато пышным цветом цветет пиар нашего любимого ахмадинурова который значит опять фоткается с кем попала значит и как попала показывая как он заботится о людях в это время мешки с гуманитарной помощью с этими наборами брошены на землю что кстати говоря является нарушением санпина ну вот у каждого своя вот эта вот помощь у каждого своя благотворительность и каждый на этом видимо зарабатывать что-то кто-то денежки на распределенном неликвиде через школьников кто-то вот себе такой пиар зарабатывает около мэрии ну в общем к сожалению вся вот эта вот деятельность она конечно весьма сомнительна и ну иной раз на первый взгляд даже опасно на прошедшей неделе произошло одно происшествие которое никоим образом не связано с коронавирусом и если бы оно не было так трагично наверное было бы даже интереснее говорить что вот оказывается что-то случается и не связаны с коронавирусом но увы эта трагедия в благословенном инорсе которым по словам хабирова наведен полнейший порядок включено освещение и даже выставлены видеокамеры упала рекламная конструкция принадлежащая одной из крупных рекламных компаний и насмерть убила прохожую женщину сейчас идет разбирательство и следствие и выяснение кто же будет отвечать рассказал я об этом не для того чтобы ну там как бы поджарить новости для того чтобы порассуждать о тех вот странных путях выбора ответственных в таких вот ситуациях да то есть когда что-то происходит на территории с одной стороны есть собственник этот щит принадлежит конкретной рекламной компании это их собственность они с ним работают зарабатывают деньги и отвечают за все последствия которые могут произойти в процессе эксплуатации данном случае это тяжелые последствия это смерть человека конечно это уголовное дело с другой стороны в городе существует огромное количество контролирующих организаций городских еще есть республиканские ростехнадзор специальное учреждение в мэрии который занимается конкретной рекламой и так далее все они ходят надзирают освидетельствуют подписывают документы принимают и так далее так далее всевозможные вот эти объекты очень было бы любопытно посмотреть как будет развиваться следствие по этому делу и каким образом насколько глубоко следователи вникнут в вот эту проблематику проще всего обвинить рекламщиков и собственно это нужно сделать конечно же это это их предмет и они конечном итоге отвечают за него но еще и контролирующие органы вот тут надо посмотреть не было ли каких-то серых или хуже того каких-нибудь коррумпированных схем при установке и согласовании этих счетов не было ли там каких-то закрытых глаз когда использовались не те материалы и так далее можно ли это относить эту историю к обыкновенному но банальному несчастному случаю и почему же тогда конструкция упала будучи в общем-то рассчитанный на определенные ветровые нагрузки в общем конечно это очень важный момент и нужно чтобы он шел и расследовался очень максимально открыто чтобы люди понимали как это произошло кто виноват и что за это потом ему стало виноватому условно говоря и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok